Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, сегмент... Я буду называть цифры, потому что, к сожалению, они... Да, здесь ничего не увидишь. Значит, о чем идет речь? Была общая сумма продаж 438 миллионов долларов. Это 2008 год. В следующем году 374 миллиона долларов. В этом году, то есть в 2010-м, 263. То есть падение катастрофическое, как и предполагалось. Что это означает? Это означает, что какие-то направления падают быстрее, какие-то растут. Вот мы сейчас можем увидеть нижнюю зеленую линейку. Это цифровые продажи. Цифровые продажи в 2008 году составляли 38 миллионов долларов. В 2009 году составили 75 миллионов долларов. В 2010-м – 78. Ощущение, что, наверное, рынок уже насыщен. То есть больше продаваться не будет. А вот если посмотреть на синюю линейку – 400 миллионов долларов в 2008-м, 300 миллионов в 2009-м и 185 в 2010-м. Больше, чем в два раза падение продаж физических носителей. Это означает, что практически уже закончена, пройдена черта, ниже которой рентабельность этого бизнеса вообще перестает существовать. То есть диски уже просто не имеет смысла выпускать. Меня могут спросить тогда, зачем, например, выпускать клипы. Клипы выпускать можно для того, чтобы продвигать диски. Но если диски тоже, в общем-то, сами не продаются, то для продвижения концертов, как многие говорят, а вот давайте вот это все будет бесплатно, а артисты будут зарабатывать на концертах. То для продвижения концертов, к глубокому сожалению, этих денег не хватит. То есть не хватит для того, чтобы содержать такое количество артистов, которое у нас есть сейчас. Артистов у нас сейчас не очень много. По сравнению с Великобританией, раз в 10 меньше. А будет еще меньше. Соответственно, раз их будет меньше, значит, они будут еще хуже. Ну, в общем, кто знает диалектику, наверное, понимает, почему. В любом случае, то, что их стало меньше, мы все ощущаем. Вчерашняя прекрасная вечеринка открытия очень меня порадовала. Где-то процентов 70, наверное, музыки, которая там звучала, была создана в прошлом веке. Вообще. В том, что создается сейчас, просто невозможно найти то, что может как-то завести публику. Если мы посмотрим 10 самых продаваемых альбомов в США прошлого года, точнее, ну, в мире, но в США практически совпадает, то из 10 самых продаваемых альбомов 2010 года, 6 было выпущено в 2009. Понимаете, какая тема? Это в музыкальной индустрии, где альбом продается, как только он выпущен. Он вот выпущен, он продается, да? А потом это уже каталог продается понемножечку. Самое главное, все хотят хорошую, новую музыку. Так вот, в музыкальной индустрии, где хотят новую музыку, покупают прошлогодние альбомы. Это о многом говорит, к сожалению. Теперь давайте пойдем дальше. Что у нас вообще происходит с этим рынком? Рынок сам по себе падает, пожалуйста, следующий. Рынок сам... Нет, нет, наверх. Пропустили один, наверное. Да, странно. Как это может быть? А, да, прошу прощения, у нас разные версии. Значит, да, остановимся на этом. Что издается на физических носителях? То есть, диски все-таки издают. Как правило, все релизы дисков являются убыточными. Ну, пока, к сожалению, ничего с этим не сделаешь. Прибыльными может являться диск в российской музыкальной индустрии, который либо делается без выплаты денег артисту, ну, то есть, есть такая форма просто на роялти, да? Либо выпускается примерно 500 тысяч экземпляров. 300, 400, 500, вот тут нужно говорить о какой-то прибыли, хотя это уже не те прибыли, что были раньше. Я напомню, премия рекорд, которая вручалась по тиражам, в 98-м году мы считали победитель 1,5-2 миллиона дисков. Это альбома, 1,5-2 миллиона альбомов, а сборники продавались тиражами 3,5-4 миллиона. Сейчас это, я говорю, только о легальных, соответственно, нелегальных было четверо больше. В любом случае, диски имеет смысл сейчас издавать, но все понимают, что бизнес именно рекординговый практически заканчивается. Что издают? Опять, видите, странная история. Рок занимает какую-то фантастическую долю, несмотря на то, что все считают, что рок умер. Ничего, он не умер, вот он, пожалуйста. Но здесь без учета тиражей, сразу говорю, потому что это считать сейчас слишком сложно, где-то только через месяц-полтора мы сможем посчитать тиражи. Поп-музыка эстрада, конечно же, занимает чуть ли не треть. Но это понятно, в России это на дисках любят, особенно на пиратских. Русский шансон довольно прилично здесь стоит. А вот танцевальная музыка, вот примерно столько же, сколько в концертах, столько же и на дисках продается. Джаз продается очень плохо. Академическая музыка, которая имеет почти 6%, это очень высокий показатель. В мире где-то, я говорил, уже полтора-два-три. В развитых странах. В развивающихся вообще полпроцента. И, в общем-то, мы очень хорошо смотримся, можем собой гордиться. Ну, если больше нечем, то хотя бы эти. Пошли дальше. Следующее. Структура рынка прямых продаж. Дмитрий Викторович, пожалуйста, жмите. Выглядит следующим образом. В прямых продажах, опять же, легальный сегмент. Легальный, да? Сейчас цифровые продажи занимают 30%. Вы видите, да? В 2008-м было 9, в 2009-м 20, в 2010-м 30. Тенденция понятна, вопросов ни у кого не остается. То есть, через какое-то время весь этот блин будет красным. А синий сегмент будет для любителей, скажем так, антиквариата. Все будут покупать диски, дарить друг другу в качестве подарка, который никто даже не будет распечатывать. Хотя, с другой стороны, если кто был на винил-базаре, который проходил в Доме художника на прошлой неделе, то огромный зал битком забит людьми, которые торгуют винилом по сумасшедшим ценам, и причем полно покупателей, берут все с удовольствием и так далее. То есть, это такой достаточно любопытный момент для нашего рынка. Теперь следующее. И вот к чему мы, собственно говоря, пришли? Следующее, пожалуйста. Пришли мы вот к чему. Такой картины, к сожалению, никогда не было. Теперь она появилась, и нам теперь с этим жить. Отечественный репертуар сейчас занимает всего 44% от всего количества релизов. Кто помнит и знает, кто читал у нас в ежегоднике, там, из года в год, отечественный репертуар занимал 70%, потом 65%, потом 60% и так далее. То есть, у нас отечественный репертуар резко сокращается. Что это значит? Значит, означает, что продается больше международного репертуара. Международный репертуар весь практически создается в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Соответственно, слушаем эту музыку. Отечественный репертуар у нас становится меньше просто в силу того, что международный репертуар создается артистами, выпускающими максимальные тиражи альбомов, которым доходит там 3, 4, 5, 6 миллионов дисков. Это приличные деньги, на них можно развиваться. У нас же, допустим, если артист выпустил 500 тысяч, получил какие-то деньги за это, еще надо выпить, знаете, то на это, в общем, жить особо не получается, приходится чесать. А чесать, это означает снижение качества, как я говорил, в ущерб музыке, в угоду шоу и красоте мероприятия самого. Поэтому, конечно, значительно легче взять какую-нибудь старую песенку, но это к диджеям обращаюсь, наложить какой-нибудь дубовый бит, потом где-нибудь посредине песни сделать такой какой-нибудь хитрый лук, выскочить на сцену, выкакнуть пару матерных слов, как это вчера произошло. И вот практически готово новое произведение искусства. Ну, далеко мы, конечно, так не уедем, но, к сожалению, треков записывается все меньше, и альбомов выпускается все меньше. Вот примерно так выглядит. Теперь перейдем к цифровому контенту. Может быть, здесь есть свет в конце тоннеля? Пожалуйста. Продажа цифрового контента растет. То есть музыка в сетях продается. Имеются в виду два вида сетей. Первый – это мобильный, второй – это интернет. Мобильный – это синий цвет посредине, интернет – зеленый внизу. Красный – это суммарный цвет. Суммарная цифра чуть-чуть выросла от 38 миллионов до 78 миллионов. Это, конечно, не те бильярды, которые были до кризиса, ну, хотя бы хоть какой-то рост. Но давайте посмотрим, за счет чего рост. Посмотрите на нижнюю циферку. Продажа треков в интернете не растет, более того, она упала. Было 9 миллионов, стало 8. То есть тенденция совершенно понятна, причем эта тенденция ясна не только в России, но и во всем мире. То есть прямая продажа треков в интернете, скорее всего, является бесперспективной. Здесь, очевидно, возможны только рекламные какие-то модели, и эти модели реализуются с переменным успехом, то есть, то нет. Nokia OV свой закрыл, вложив бешеное количество денег, сказали неперспективно. У нас в России открываются новые сервисы, какие-то открываются, какие-то закрываются. Скажем, существуют еще как-то Fidelity Soundkey, хотя, в общем-то, трудно сказать, насколько перспективны их бизнес-модели. Но в любом случае мы видим, что продажи в интернете, скорее всего, не будет такого серьезного роста, и рассчитывать на это смысла нет. А вот что с продажей в сетях, в мобильном? Вот это очень интересный вопрос, интереснейший. Дмитрий Викторович, пожалуйста, следующий слайд. Что продается в цифровых сетях? Слева мобильный, справа в интернете. Видите, огромная разница. Значит, в мобильном, здесь просто цветовое небольшое искажение, поэтому я расскажу словами. Значит, в мобильном секторе продается ринг-бэк-тон. 80% это ринг-бэк-тоны. Что такое ринг-бэк-тон, ну все знают, да? Позвонил, там тебе музычка играет. Особенность этой услуги заключается в том, что ее совершенно невозможно спиратить. Поэтому там продается 80%. То есть это 80% денег, поступающих артистам и авторам за эту музыку, они на самом деле поступают только потому, что вся наша большая тройка операторов это очень, скажем так, большие, крупные фирмы, находящиеся под глубочайшим и серьезнейшим надзором, постоянный аудит и так далее. И они вынуждены платить деньги обладателям прав. Поэтому в мобильных сетях музыки продается значительно больше, чем в интернете. Хотя она там во много раз дороже. Ну все знают, да, если в интернете можно скачать, допустим, какой-нибудь трек, даже легально за 90 центов, то в мобильных сетях ты его будешь покупать уже за 2,5-3 доллара. В любом случае, вроде бы невыгодно, но тем не менее продается. Почему? Ну некоторым удобнее так работать, некоторые не считают деньги. И нужно понять, что вот если, допустим, у нас в мобильных сетях столько всего продается за реальные деньги, то сколько же будет продаваться в интернете? Если, конечно, сделать его легально. Но легально мы его пока сделать не можем. И я думаю, что не получится. Обратите внимание, что легально продается в интернете. В основном, конечно, продаются треки, то есть отдельные песни. 85%. 15% — это альбомы. Скачивают еще из интернета альбомы, но все меньше и меньше. Наверное, это уже тоже перестанет быть интересным, за исключением тех альбомов, которые там давно вошли уже в классику и являются, в общем, чем-то неразделимым совершенно. А вот в мобильном интернете даже 2% есть на скачивание альбомов. 2% скачивают альбомы в мобильном интернете. Это очень интересная тема. Треки скачивают всего 18% и Риндуктон, как я сказал, 80%. Соответственно, еще раз, вот если возможно вернуться обратно к предыдущему графику, мы видим здесь, что большая часть легальных цифровых продаж — это сотовые сети, и связано это только с тем, что все они находятся под колпаком у правоохранительных и других органов. Если бы они не находились, они, я думаю, точно так же, как все наши интернет-провайдеры, спокойно пиратили музыку, которую, в общем-то, достаточно легко достать, а правообладатели ничего сделать не могут. А вот почему не могут сделать правообладатели, это мы сейчас к этому и перейдем. Перескочим через один слайд. Посмотрите, очень интересное исследование РУ-метрики в отношении ключевых показателей музыкального сектора Рунета. Сайтов, количество сайтов растет. Активность пользователей огромная. Видите, да, скачивают 53% пользователей Рунета. Скачивают музыку. Понятное дело, что вот здесь как раз уже не идет речь о легальной музыке. 53% Покупают 25%, тоже не идет речь о легальном, потому что очень часто нелегальные сервисы тоже продают, просто там в 5 раз дешевле. Ну и слушают онлайн, тоже непонятно, легальный, нелегальный. И в любом случае мы видим, что пользователи Рунета на самом деле очень активны в отношении музыки. И, соответственно, покажу сейчас, как этим пользуются. Пожалуйста, следующий слайд. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok